здравствуйте ну что ж весна продолжается уже который день подряд набухает наш ручей и скоро он превратится в бурную реку не очень надолго но посмотрите обычно есть на что ветерок тоже такой явно мартовский но не прохладный на улицу плюс 3 и скоро уже начнут свести ивы появятся эти симпатичные белые котяточки кстати лопухнулась я вчера по полной программе взялась и рассказывать про своих зверьков так вот собственно про кошек вчера рассказывать и надо было потому что вчера был международный день кота уж не знаю кто придумал этот праздник но у этих милых существ наших друзей из подвижников естественно тоже должен быть свой день почему бы и нет вот интересно есть ли день собаки хотелось бы узнать раз уж так получилось про конок я расскажу завтра тем более что симбу сегодня показывать и не стоит после своего очередного буфиля же по кошкам он явился с набитой мордой и сегодня валяется на печке приводит себя в порядок как и меня его ошибки ничему не учат дорога наша превратилась хлябь уже несколько дней назад хрустит лед под шипами которые у меня на ногах по-другому сейчас здесь передвигаться крайне сложно можно не дойти туда куда шел потому что падение на таком литке естественно чревато всевозможными травмами тоненька сегодня нагулялась ну а рассказывать я как обещала стану про чуму первый раз я увидела этого пса когда мы перед новым годом отправили с соседями вязьмы на их машине дорога была хорошо расчищены ехали мы достаточно быстро и собака промелькнула за окном мимолетно я не успела как следует рассмотреть но было очевидно что он травмирован крайне истощен и я его искренне прожалела понятия не имела что если придется столкнуться что называется вплотную а соседи рассказали что он появился в деревне несколько дней назад мне на глаза не попадался но потом с ним встретилась уже на своем участке дело в том что он не прижился у них хотя они пытались его кормить по одной простой причине радик его не принял и как-то утром расчищая от снега дорожки я решила прочистить и к понькиному вигваму сделал я для нее вот такое вот сооружение почему потому что появился маленький розька а когда он днем ложится спать понька может залаять его разбудить я решила что надо и сделать нечто вроде бунгало и слепила вот такой шалаш досками его делала только весной до этого он был покрыт тростником но внутри там бано чтобы было сухо так вот в этом шалаше который напоминал чум я совершенно случайно расчищая снег обнаружила ту самую собаку пес лежал внутри и когда он поднялся поскуливая я была просто поражена более истощенные псины я в жизни не видела о том что он белой масти можно было лишь догадываться потому что он был весь измазан грязью и кроме того шерсти практически не было кое-где торчали жутко и грязные клочки выглядел он вообще просто ужасно ну разумеется я решила посмотреть на его зубки не воспрепятствовал и выяснилось что возраст по зубам определить не удастся по одной простой причине их практически не было передние лес и полностью выломаны клыки отсутствовали за исключением одного полусломанного и выглядел он просто ужасно другого слова подобрать я не могу но что же делать ходила домой набрала в ненужную миску сухого корма принесла собаки я наивно полагала что он останется жить в этом домике или уйдет то что его никто не будет искать был совершенно и явно ну что вы думаете не более через полчаса чуня оказался уже но у меня на крыльце пришлось перетаскивать туда миску пару дней он так и прожил но нам пообещали очень серьезные холода где-то за 25 и как результат мне пришлось взять его в избу прекрасно знаю что я очень рисковала своими животными но делать было нечего честно говоря я сама так поначалу старалась прикасаться не только в перчатках ну а что делать погода ухудшалась холодала и сам пришлось привести в дом разумеется перед этим я больше для очистки совести ведь паразит это обычно зимой исчезает на собаках все-таки его опрыскала спреем и постаралась кое-как очистить мыть собаку в такую погоду конечно это нереально и я старалась оттереть его снегом старыми газетами то что было на нем напоминала смесь солярки перемешанный с навозом и несколько дней подряд когда он уже начал спать в избе я после места где он лежал выметала целый собак всякой дряни ну каждый день мы принимали процедуры старались кое-как привести все это чудо в порядок и постепенно чунька начал восстанавливаться есть у меня старые фотографии где-то в контакте в инстаграме я его фотографировал когда он был в таком состоянии но постепенно чуня превратился в кабачок так его стала называть ника потому что раздобрел он немерено а причиной тому то что его к сожалению пришлось кастрировать я вызвала благодаря соседке ветеринаров из гагарина соорудила нечто наподобие операционного стола из старой гладильной доски и естественно мне пришлось ассистировать в процессе операции ну что до чункиных габаритов нынешних он где-то в два с половиной раза шире чем было раньше но во первых у него выросла шерстка очень густая но не такая мягкая как у понки и карки естественно он раздобрел потому что поначалу у него был ну как бы синдром блокадника он лопал все меня больше всего поражало как своим беззубым ротиком он может дробить кости как автомат нет у нас зубов то нету обломок клыка и только зубки которые находятся у него в самом конце челюсти помогает ему таким образом наслаждаться деликатесом к тому же у пса переломы две лапы одна передняя одна задняя ветеринара сказали что ничем тут не поможешь какие-либо лекарства вряд ли пригодятся как только чуни набрал вес мы естественно стало не только тяжело но и больно передвигаться поначалу он бегал со мной в лес ну как бегал он отставал от меня где-то метров на 500 но потом появлялся как бы ниоткуда и каждый раз когда я останавливалась чтобы срезать грибы ложился чтобы хоть немножко отдохнуть последний наш вояж в лес состоялся в начале прошлого июня когда чунка вернулся домой он скулил затем всю ночь видимо нагрузка из-за веса дала очень неприятные болевые ощущения на его из раненые ножки с тех пор я его в лес больше не беру он выходит прогуляться за калитку ну дальше чем метров на сто от дома не отходит и еще он дико ревнует меня крадику стоит тому подбежать чтобы я его погладила все моментально начинается рычание вот такую я приобрела сторожевую собаку ну а так само добродушие только у него есть великолепная манера ложится именно там где его будет тяжелее обойти ну и таких лежачий полицейский вообще очень довольна что он появился впрочем я очень часто перестала вспоминать песню у шамана три руки у меня теперь три хвоста только вот единственное от третьей руки я бы тоже не отказалась потому что так собак было бы удобнее гладить нет собаки это здорово так что берегите наших домашних питомцев а завтра побеседуем про котов всего хорошего и